Так, ребят, всем привет! Давайте поговорим о ротах. Я обещал, что будем формировать роты. И по итогу ивента стало понятно, что они нам необходимы. Для того, чтобы играла не одна кучка людей, а играла конкретно там 2-3 кучки людей. Нам нужны роты. Что такое рота? Что она даёт? Во-первых, рот это постоянно формирование. То есть вы играете одним и тем же составом. Сыгранность это у нас получается. То есть вы как бойцы знаете уже, что кто у вас полевик, кому вы придёте, во сколько вы придёте, все ваши внутренние распорядки. Полевик знает, что у него есть люди, на которых он может положиться, которых может в какое-то время с ними покатать. Ну, в определённое время, которое с ними определили, договорились. И спокойно всегда сможет набраться. То есть это в плане плюсов кэпу и плюсов бойцам. Дальше. Набирается рота, разумеется, лидером роты. Я не буду никого заставлять, никого принуждать. То есть лидер приглашение отправил. Хотите принимайте, хотите нет. То есть можете стать лидером. Что такое приглашение? Ну, просто письмо или в устной форме, там, в ТС, в TeamSpeak с вами поговорят, свяжутся. Дальше. Каким образом, то есть будет набираться, тоже сам лидер будет решать роту. В зависимости от того, кто там лидер, его и правила, его рота. Не более 20 мест. То есть я ограничиваю, чтобы у нас не было такого, что 50 человек себе, человек просто в роту набрал, да, и катает, как мы и раньше катали. То есть, как мы раньше катали. Мы кидали всем приглашение, всем подряд. И кто первые 15 зашли, с теми и поехали. Пофигу, да? А типа клан один и все такое. Ну, клан у нас един, но здесь уже будет специализация. Поэтому рота уже будет кидать приглашение. Это я позже поговорю. Только 20 максимум. Своим сначала пригласы раскидает. Потом, если не хватит их, тогда уже добираться будут остальными членами клана. В том числе другими, из других рот бойцами, если они там свободны, да, допустим. Но неважно. Думаю, это понятно будет по мере игры. То есть, мы постепенно к этому все разберемся. По этапам формирования рот у нас будет постепенно. Поэтому не парьтесь, со временем до сих дойдет, что это как работает. Да, насчет бойца. Боец не может стоять одновременно в двух ротах. Я это ограничиваю. То есть, зачем? Потому что, если одна рота катает, допустим, и другая рота катает, две рота, да, один и тот же прайм-тайм, вам пришло приглашение, и вы тому или тому предпочтение отдадите. То есть, вы такая, как бы, принцесса, получается, которая может либо к тому ротному пойти, либо к этому. Мне это нафиг не надо. Вы либо за этого ротного, либо за другого. Бегать из роты в роту тоже недопустимо. Ну, а это максимум, там, не знаю, раз в неделю сменить, допустим, разрешим вам. Ну, в общем, это тоже от правил рота будет зависеть. Дальше. Прайм-тайм лидера роты. Один из прайм-таймов наступления в укрепрайоне. В общем, да, вот эта вот тонкая система. Почему именно так? Потому что у нас есть в укрепрайоне такая тема. Сейчас я, наверное, это пока свернул, тоже показать вам, что хотел. Есть такая тема, как календарик. Да, в календарике есть наступление, есть в субботу военные игры. Вот, в военных играх... А, ну да, там я неправильно написал. Не наступление, конечно, а в военных играх. Прайм-тайм военных играх. Вот. У них есть свои временные диапазоны. Вот я за счет них и думаю закрепить роту отдельно. Вот три военных игры, вот третья рота, ну это совсем будет... Точнее, третий прайм-тайм, это будет совсем уже дико для нашей сибирской... Сибирского клана. Я думаю, первые два возьмем, и все. И достаточно вот этот. Ну, если Миростат будет командовать, если мы сможем набрать достаточно активных игроков, достаточное количество, тогда я только за, если будет такая тоже рота. Не помешает. В общем, смотрите. Разделена на три часа, да? Три часа военные игры здесь идут, три часа здесь. Здесь РУ-6 уже отсюда начинает идти. То есть, можно наступление катать здесь, здесь. Ну, можно на У-8. Ну, смотрите, я сразу себе беру вот этот часовой пояс. Можете, можно несколько рот в один и тот же часовой, ну, прайм-тайм катать. То есть, это мое время местное. Тут на самом деле будет, что там, минус четыре, пятнадцать в Москве. С пятнадцати до восемнадцати в Москве. Вот. Это я буду первую роту формировать. Таким макаром. И буду играть преимущественно на РУ-8. Поэтому, ребята, у которых прайм-тайм совпадает, и которые играют на РУ-8, вот это основное, что от вас требуется. Ну, еще WhatsApp нужен будет для того, чтобы играть в моей роте. Ну, и дальше я буду приглашение отправлять свою роту тем, кто мне приглянулся во время боев. То есть, не так, как вот сейчас мы, допустим, кто мне сейчас больше нравится. Вот во время боя заслужили место в роте. Я там увидел, вы там сыграли, допустим, максимум урон, нанесли или максимум опыта, заработали за бой. Я вас все могу пригласить. Я вас официально приглашаю. Можете отказаться, можете уже в другой роту идти играть. Неважно. То есть, мое сердце разбито не будет. Тут в этом плане вообще без разницы. Мы формируем роты для того, чтобы комфортнее играть, а не для того, чтобы кого-то обидеть или выделить наоборот. В общем, таким макаром у меня будет рота, вот она, по военным играм ориентироваться. Я предлагаю всем ротным именно по ним ориентироваться, по этим часовым поясам. Тут, опять же, напоминаю, минус 4. Тут мое время стоит. Поэтому, вот. 15-18 в Москве. 18-21 в Москве. В общем, посмотрим, какие ротные у нас появятся, какие изъявят желания это попробовать. Ладно, давайте дальше пробежимся. В общем, по прайм тайму понятно будем бойцов подбирать. И дальше, как уже сам полевик решит. Мне нужны, чтобы в ватсапе все были, чтобы были без читов, играли. Мне с читерами нафиг они не нужны. Я без читов спокойно все вижу по карте. Ру-8 это сервер предпочтительный для игры в моей роте, потому что я буду, скорее всего, только на Ру-8 играть. Ну, или там иногда, может быть, куда-то еще. Так что, у кого на Ру-8 капец какие лаги, вам желательно выбрать другую роту или создать свою роту. То есть, это тоже непринципиально важно, кто там капить будет. Вы постепенно найдете в роте и капов, и полевиков, и координаторов. Рота сама с собой капить сможет. В общем, дальше продолжаем. Так, лидер отправляет приглашение на вылазку. Вот, это что я говорю. Только бойцам своей роты. То есть, смотрите, я набираю роту. Как это будет выглядеть? Зачем это? И что такое рота? Я набираю роту. Официально она будет у меня... Официально она нигде не будет обозначаться. То есть, здесь мы нигде в этих... Обозначать не будем, там, да, должности менять. Там, допустим, может быть, сделаем. Я не знаю, но я не думаю, что смысл есть. Офицер разведки будет, допустим, давайте все, кто в роте, да, есть офицер. Младший офицер, все, кто без роты сейчас. То есть, неважно в какой роте будешь офицер разведки. И без роты, и младший офицер. Ну, допустим, так сделаем, и все. Но самое важное, как определить одну роту от другой, да? Ну, это у ротного. У ротного и в ТС-ке. В ТС-ке мы тоже это сделаем. Так, где у меня ТС-ка? Здесь сделаем отдельную комнату для каждой роты. И в ней пропишем, кто в эту роту входит, да? Там рота, допустим, не спящих. Да, рота лупоглазых. Неважно. Там будет их картинка своя, типа, как в харчевне у Пиваса. Вот. И всякие описания, их девизы, там, или кличи боевые, там, за чебурашку и так далее. Слабоумие, отвага. И, в общем, список тех, кто в этой роте находится, включая ее лидеры, да? Ну, если не по названию. В общем, сделаем такие комнатки. С ТС-кой еще что-нибудь подумаю, но это другое дело. В Дискорде, если что, сделаем. Дискорд у нас тоже есть. Там тоже все это можно сделать. В общем, это мы здесь закрепим название, кто список, в какой роте. И как это физически будет ощущаться ребятами, это будет вот. Создали, допустим, боевую комнату. Неважно, КБ это или укреп. И я, как ротный, приглашаю сначала свою роту. Вот. Рота Дармага. То есть я из вот этих ребят кого-то выбрал, да? Из клана постоянных формирований. У меня здесь можно создать группу. Вот. Создаете группу. У меня уже, наверное, больше не создастся. Неважно. И в нее перекидываете свою роту. Эти ротные перекинут. То есть людей, да? Это я для примера закинул сюда. Не обращайте внимания. Вот. Я их сюда перекидываю. И уже когда создам боевую комнату. Неважно, где в КБ или в Укрепе или на ГК там засветится. Сначала будем принимать своих. То есть со своей роты именно. А потом остальными с клана добираться. То есть как мы с Аватаевскими поступали приблизительно. Вот. Я сразу. Лидеры рот. Обратите внимание, как вы это можно сделать. Чтобы понятно было. Вот сюда нажимаете двойным кликом. И все. Пригласите только тех, кто у вас. Короче. Вот. Сюда перекинулся. Только свою роту. Все. Потом остальное можно кланом остальным добираться. Спокойно. Когда эти все приняли, допустим. Да. Зашли. И остальному клану раскидали. Добрались остальными. В роте состоять не обязательно. Бойцам. Можете по мере. То есть рота будет меняться. Не обязательно быть именно в этой роте. Да. Дармага. Или уйти из клана. Не надо. Не нравится в роте Дармага. Перешли в другую роту. Играйте там. Все. Или создали свою роту. Не важно. В общем. Что еще. Можно без роты. То есть вы постоянно под заменами будете находиться. Дальше. Давайте. Дальше посмотрим. Бойцы не входящие ни в одну из рот сидят на скамейке запасных. Ну вот о чем я и говорил. То есть вас добирают. Вами. Если места остались. Вас. Добираются вами. Правила внутри каждой роты выбирает лидер роту. То есть я навязывать не буду. То есть обязаловки у меня не будет. Возможно в других ротах она будет. То есть если допустим есть такая обязаловка. Каких? Их две всего обязаловки разных. Первая обязаловка. Это если вы в игре. В игре. И играете. То есть то что вы в бою. Это видно. Вот. Вот. Видите красное. Это вы в бою. В игре. Допустим обязаловка. Если вы в игре. И в бою. И вы не принимаете приглос. Вы нарушаете правила роты допустим. Вот такое бывает. И второе правило. Это вы в этот прайм тайм. Обязаны быть в игре. И разумеется играть с ротой. То есть жесткая обязаловка. И более мягкая обязаловка. Ну более мягкая еще подразумевает. Допустим ему личное сообщение написал. Говорит. Ты типа заходишь. Не заходишь. Или он увидел. Да. И сам тебе должен отписать. Я типа не могу. Я там бухой. Или там это не я играю. И все такое. Или там с детьми сижу. Или там сейчас уже убегаю. Смысла нету. В общем. Какой-то ответ должен получить. Да. Вот этот человек. Если он не хочет играть. Сейчас. В этой роте. Все. Дальше уже ротный сам решает. Оставить его в своей роте. Или там. Или не оставить. Или заменить кем-то другим. Тем, кто принял приглас. Ну не важно. Это все будет по мере развития нашего клана. Все это будет прояснено. И вы все это поймете. По сути ничего такого сверх сложного нету для понимания. Так. Символику. Роты. Название. Предбоевой клич выбирает лидер роты. Ну либо на голосование роты. Там может вся рота там что-то предложит. Прикольно. Там раз-раз и окей. Выбрали название. Рота там отдельное. Не рота Дармага. Да. Допустим. Будет. А уже рота каких-нибудь. Или не рота вообще. Там. Алые лепестки. Там допустим. Да что угодно. Какое угодно название. Там. Черные быки. Там. Не важно. Дальше. У каждой роты будет своя комната в ТСК и ДСК. Я уже вам показал. То есть вы здесь будете. Свою картинку какую-нибудь за хереначили. Потом какое-нибудь описание. Там. Не важно. Я вам все это сделаю. Все организую. Все будет. Информацию о каждом изменении в составе роты. Лидер роты обязан предоставлять кланы. То есть вы мне должны говорить. Лидеры рот. Вы обязательно должны мне говорить. Кто у вас в составе роты. Чтобы я это все вовремя вносил. И чтобы не было такого. Чтобы в одной роте два человека. Один и тот же человек стоял в двух ротах. Ну. Я уже выше говорил. Почему это не надо нам. Дальше. Это все сложно. Да. Это я много сейчас рассказывал. Вроде как просто. Но это очень много информации. Поэтому будем делать постепенно. Создавать роты. Будем постепенно. Для начала мы определим ротных. Ну. То есть я. Да. Ротный. Стопудово. Потом у нас будут еще какие-то ротные. Я сейчас не знаю кто у нас останется. Потому что у нас. После этого скандала с щитами. Кутузов скорее всего нас покинет. Второй ротный в клане. Который капил весь ивент. Возможно Сергофан будет капить. Возможно Аватай останется с нами. Будет капить. Я не знаю. То есть. В общем. Сергофана конечно у меня тоже надежда. Пивас у нас точно ротным не будет. Потому что он уже пробовал. И это вообще не его. Ротным надо быть. С остальным стержнем. У него его нету. Он в любое время может отвалиться или психануть. То есть. Нам нужно. Нужен ротный с яйцами. Спокойный тот кто будет ротой заниматься. Ну. Математик допустим. Ребята вот его просят. Я его тоже прошу. Но у него времени все нету. Он у нас новосибирский. Скорее всего с моей прайм таймом будет играть. Таким же как у меня. В общем много кто может кэпить. Рюмка может кэпить. У нас много профессиональных игроков. Которые могут кэпить. Но заниматься этим как бы. Вот Миростат может быть захочет. Где он Миростат. Только что видел. Сейчас я так раскидаю. Тем кто потенциально может кэпить. Вот. Есть координатор. Но не путайте их с кэпами. Координаторы и кэп это немножко разные вещи. Это те кто фокус говорит. Кто что подсказывает кэпу и все такое. Координаторы кэпить это лидеры роты. Можно из них сделать. Но это уже немножко другая кость. В общем пока так. Кто из них отсеется. Кто захочет. Кто не захочет. В общем их решение. Может кто-то новый появится в клане. Приглашайте друзей. Если знакомые выездят. Спокойно сделаем роты. Больше там. Чего по 20 человек в роте. Получается 100. 5 человек. 5 рот можно сделать спокойно. То есть ограничение в клане. И если что конечно можно другие кланы сделать. Параллельно 2 и 3. Неважно составы. И спокойно развивать это направление. Но это уже хотя бы 2 роты. Для начала нам сделать. А дальше уже видно будет. И так. Для того чтобы начать понимать. Как эта рота вообще будет формироваться. Мы сделаем сначала одну роту мою. То есть открываем. Вот. Первый определяем ротных. Только что определили. Возможных ротных. Открываем набор в роту клан лидера. Вот. Я открываю набор. И начинаем катки. Вот моя рота. Я уже что-то накидал по ней. Прайм тайм свой накидал. Когда буду играть. Завтра будем играть. В субботу. Во вторник будем играть. В четверг будем играть. И вот. Эти 3 дня я буду играть. То есть я буду приходить в это время. Буду отправлять пригласы. Кто будет принимать. Будете играть со мной. Лучших буду выделять. Отмечать. Приносить свою роту. И вы будете уже в постоянном составе. Всегда. То есть я вам. Места. То есть 100 пудово будет. Бронироваться. И под вас. Этим. Для этого и нужна рота. Все. Играть будем. Обязательно. Те кто в составе бюро. Обязательно должны будут. С латсапом быть. Напоминаю. Без читов. И играть на ру 8 комфортно. Ну это я думаю понятно. Обязаловки у меня не будет. Как и в клане. Ну пожалуй. Так. А ну да. Дальше. Откроем. Другой этап будет. Откроем набор в остальные роты. По мере подтягивания кэпов. По мере их созревания. Формирование правил внутри роты. Сделаем. То есть мы уже с ребятами. Может что-то придумаем. Может что-то кто-то захотят. Может не захотят обязаловки. Допустим. Не важно. Сделаем обязаловку. Если захотят. Но это внутри роты будет. Это не внутри клана. Понятно. Да. То есть я отправил приглас. Только те кто внутри роты. Допустим обязаны принять приглас. Да. А внутри клана. То есть у вас остается без обязаловки. Игра. Можете принимать. Можете имя не принимать. Можете не отвечать. Почему не принимать. Не важно. Дальше Это откроем набор в остальные роты Потом формируем правила внутри рот Символики, названия Девизов и так далее Боевых кличей Постоянная ротация кадров Это последний пункт Когда мы уже все сделаем Это тоже Вот это может тоже Постоянно формироваться правила Символика меняться Но ротация кадров Это уже последний пункт Это в клане у нас остается Будет постоянно Ну как После всех этих манипуляций Это уже последний этап Это вечный этап Постоянная ротация кадров То есть я буду смотреть Кто ни в какую роту не подходит И не хочет И вообще ему не нужна клановая жизнь Разумеется кик И новый набор идет Возможно у нас свербовщик появится Там СВД вроде просился По занятию Дать ему работу Для клана Такими людьми Нельзя разбрасываться Скорее всего Дам ему возможность Свербовать И по заявкам Опять же ротных Каких им людей надо Тех и вербовать То есть по качеству По характеристикам Да определенных Это в принципе не сложно Военкомат Я это все покажу Ему как это все делается Как это просто Навербовать людей Ладно На этом допустим Пожалуй закончить Или что я еще хотел сказать Так А ну да Не обязательно сразу 20 мест То есть сразу Всю роту Забивать не обязательно То есть у вас может быть В роте Вообще 7 человек Да допустим Остальное клановым Но этим 7 человек Вы в первую очередь Раскидываете пригласы И резервируете места Допустим Если они подошли позже Выкидываете кого-то Кто не в вашей роте Меняете на того Кто в вашей роте Потом Не обязательно Состоять в роте Я уже вам говорил Клановые игроки Вы если активные И не состоите в рот И я вас кикать не собираюсь То есть Смысла нет То есть все равно Вы под замену Все равно как это всегда Должен быть И туда и сюда И в ту роту И в эту роту Так Ну про свою роту Я уже сказал Да как буду набирать То есть по тому Кто будет Какие места занимать Ну Ну в смысле Вот отыграли мы В кбшку Допустим Да грубо в кбшку И посмотрел результаты Итогов И говорю Ты тебе попадешь Ко мне в роту В поставленном состав Ну Типу у меня в отца Понятно Я говорю Ну тогда ты мне не попадешь Не подходишь Сорян Будешь на замене сидеть Или там Пустим У меня ру 8 Работает Я говорю Ну блин Тогда сорян Тоже Мне нужны люди Которых ру 8 Нормально будет играться В общем Пока что все Пока сумбурненько Может что-то кому-то непонятно Оставляйте вопросы Пишите комментарии Все прочитаю Все отвечу И советы Обязательно пишите Потому что я первый раз Занимаюсь Таким сложным делом На самом деле Очень ответственный Шаг клана Поэтому Давайте ребята Напряжемся вместе В этом плане Всем удачи Всем добра Пока-пока